Томский священник уличили в связи со школьницей. Начало все это с церковного хора. Девочке тогда было 12 лет, и дальше вот эти тайные свидания продолжились, и на протяжении трех лет встречались батюшка и девочка. Священника уже отстранили от службы. Ну, сейчас идет разбирательство. Томская епархия запустила вот это внутреннее расследование. Анастасия Цепиева выехала на место и выяснила все подробности. Вот эта церковь в небольшой деревне в Томской области единственная. И несмотря на это, даже средь бела дня она не работает. Вот здесь висит замок, и прихожане при всем желании не смогут попасть внутрь. А все потому, что священника, настоятеля этой церкви обвинили в связях с несовершеннолетней девочкой, а точнее с 13-летней школьницей по имени Лена. Уже сейчас она рассказывает, что была просто послушницей в этом храме и относилась к 33-летнему священнику, как к своему другу, наставнику, учителю. Но затем встречи их стали затягиваться. Иногда девочка спускалась вот в подвальное хозяйственное помещение и проводила там много времени, иногда даже всю ночь. И вот такие близкие отношения 33-летнего священника и школьницы продолжались около трех лет. А она у него спрашивает, а ты когда меня заметил? И он ей сказал, а помнишь, говорит, мы к Петровичу как-то ходили, и у тебя, говорит, платьишко было такое, с разрезом платьишко было. Ну а что, сколько ей там было? 12 лет еще тогда было. Как раз, наверное, должно исполнилось было. Они летом ходили, козочек смотрели, где-то у нас даже фотографии есть, где Лена с козочкой сидит там. И говорит, я увидел твою грудь. Она тогда еще, ну представьте, маленькая девочка, только вот. И говорит, после этого я поняла, что ты будешь моя. А все это время Лена, как ее сверстница, ходила в школу, дома делала задания. И вот после этого, когда уже наступала ночь, и мама засыпала, она вот по этой дороге шла в церковь. На самом деле здесь идти минут 10-15 пешком, и вот ночью, таким образом, она сбегала к своему священнику. А там они уединялись, и как сейчас уже рассказывает и сама Лена, и ее мать, а девочка выполняла все, что просил ее священник, а после она всегда возвращалась домой. У него пчелы были. Ему вообще, ну как бы я начала сближаться с ним и за пчел. У него, ну ходить к пчелам начала, в общем, помогать ему. Где-то с год я, наверное, ходила в храм, потому что, как он сказал, что если люди ходят там, год походят в храм, то им можно будет уже к священнику домой заходить. То есть в гости там, ничего. Вот год я, наверное, ходила, потом уже в гости начала к нему ходить. Ну и там, он как бы, не знаю, как назвать, ну не приставать, но как-то сам как бы. Ухаживать, да? Наверное. Ну, наверное. Ну, встречался этот священник со своей молодой возлюбленной прямо под боком, можно сказать, у своей жены и двоих детей. Дело в том, что семья священников вся живет прямо на территории храма, в большом доме. И на самом деле жена прекрасно знает эту историю, можно сказать наизусть, но пока на эту тему разговаривает с трудом. Мы не уверены, вот именно со стороны ли обвинений, объективно ли ваши слова будут расследованы, что вы там напишете, мы тоже не знаем. Будет официальное опровержение, не волнуйтесь. Будет, но только после того, как это все разберется. Но он же мог бы опровержать, мы же ничего другого, кроме его опровержения, не сможем дать. Кроме условного опровержения, что он может вам дать? Это я и мог вам сказать, что этого не было, естественно. Мама поверить не могла, потому что вся эта семья, многодетная мать и еще семеро детей, все ходили абсолютно каждое воскресенье в церковь. И более того, постоянно помогали церкви. Некоторые девочки пели в церковном хоре, другие работали в лавке. Вот последней точкой стало то, что Лена спустя три года таких отношений со священником, она забрала из дома паспорт и просто убежала на глазах матери к этому священнику. Ну тогда уже пришлось обратиться и в органы социальной опеки, и в полицию. И уже тогда было возбуждено уголовное дело, и как нам сейчас известно, пока священник отстранен от службы, но находится под подпиской. И вот живет в этом же доме, на территории этого храма, где и проходили встречи школьницы и 33-летнего священника.